Мы переходим ко второму нашему сегодняшнему сообщению. Его будет делать Евгений Викторович Кузьмин. Это врач нашего медицинского бюро. Евгений Викторович живет у нас в Приднестровье. Поскольку медицинское бюро у нас работает дистанционно во всем мире, мы лечим больных во всем мире, то это у нас вполне, так сказать, допустимая схема. Так, я только единственное не вижу презентации. Вот, вот вижу презентацию. Значит, мы сегодня будем обсуждать очень необычное состояние, которое мы увидели. И я хочу прямо сразу сказать, что Евгений Викторович, честь и мое хвала, быстро сообразил о том, что с пациентом. При том, что мы с ним часто не то чтобы ругаемся, но я на него наезжаю, потому что он выдумывает, придумывает и видит то, чего у больного нет. Это бывает иногда. Я все пытаюсь минимизировать диагностические лечебные нагрузки на пациента. Но в данном случае все было ровно наоборот. И, собственно, вот, послушайте, я буду не выключаться, я буду выходить в эфир непосредственно в процессе выступления Евгения Викторовича. И, кроме того, я надеюсь, что в конце, после нашего, так сказать, разбора, мы дадим слово нашему Тверскому филиалу, постковидному центру Тверского гос. мед. университета, для того, чтобы они прокомментировали то, что мы нашли. Вот. Ну, давайте, интрига большая, честно скажу, большая, потому что у меня нет однозначного понимания, о чем идет речь. Вот. И поэтому мы назвали клинический разбор неоконченный случай сочетного повреждения, поражения периферической центральной нервной системы у больных, у больной с ковидом, перед ковидным периодом. Ну, и эффект плазмофереза тоже достаточно выраженный, интересный. Давайте, вам слово. Добрый день, уважаемый Павел Андреевич, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я докладываю клинический разбор по случаю пациентки 37 лет. Острый ковид-19 она перенесла в начале октября этого года, 2022, житель Москвы. Обратилась в медицинское бюро Павла Воробьева 31 октября 2022 года. То есть буквально в течение месяца от начала заболевания. Первое, на что следует обратить внимание, это на результаты опроса в системе MediCase. Это система симптом-чекеров. Конкретно отвечала на вопросы по постковидному синдрому. Я буду называть только те вопросы, на которые она ответила положительно. Их гораздо больше в системе, в симптом-чекере. Значит, во-первых, она связывает свое состояние с перенесенным ранее инфекционным заболеванием. Все симптомы появились после перенесенного ковид-19. Выражена слабость, не может выполнять обычную нагрузку, для себя физическую нагрузку. Нарушен сон, дневная сонливость, чувствует себя невыспавшимся, разбитой днем. Последнее время стало хуже соображать, все валится из рук. Отмечает беспричинную тревогу, испытывает ощущение своей вины перед людьми. Нарушена фокусировка зрения, есть мелькание перед глазами, нарушение слуха, шум в ушах. Ощущение, что ноги не слушаются, неустойчивость, шаткость походки. Слабость в конечностях, боли в мышцах, костях, суставах, мерзнут ноги, чувство онемения ног, покалывания, мурашки. Нарушение равновесия, головокружение при наклонах головы или тела. Ночные поты и потливость днем, выпадение волос, нарушилась речь, нарушен аппетит, была рвота. Снижено более чем на 20 мм ртутного столба, артериальное давление. Далее описание ее жалоб и состояния. В начале октября 2022 года пациентка заболела острой эспираторной вирусной инфекцией. С ее точки зрения были насморк, повышение температуры. Одновременно с ней болели все члены, проживающие вместе с семьей, включая бабушку, у которой ПЦР был подтвержден COVID-19. У остальных членов семьи ПЦР не проводился. За медицинской помощью не обращалась, лечение принималось симптоматическое. Далее все симптомы в КОРЗ исчезли, осталась некоторая слабость. Постепенно слабость нарастала, появилось головокружение, шум в ушах, сильная сомливость. 28-31 октября примерно появились и быстро наросли жалобы на резкую слабость, нарушение походки, а не менее нижние губы, нарушение речи, нарушение артикуляции, медленная речь. Периодически несистемное головокружение, поперхивание, расфокусировку зрения, туман в голове, трудности сосредоточения, письма, красочные сны, снижение артериального давления до 90 мм ртутного столба асистрическое, трудности с мочеиспусканием, запор, однократно упала в квартире. Цитирую ее сообщение, 28 октября вызвали скорую, они старались исключить признаки инсульта, сошлись, что это какая-то вирусная интоксикация, сделали экспресс-тест на ковид, результат отрицательный. 29 октября приходил врач из поликлиники и сделали ПЦР, результат отрицательный. Врач сказала, что признаки ОРВИ выписали арбидолы, парацетамол, если повысится температура. 28 октября это уже было практически через месяц от начала заболевания, поэтому, естественно, что ПЦР и экспресс-тесты были все отрицательны. 31 октября 2022 года пациентка обратилась в Медицинское бюро Павла Воробьева для дистанционной консультации. Нами было высказано предположение о поражении нервной системы воспалительного характера. Предложено принимать антикоагулянт или КВИЗ в 5 мг 2 раза в сутки. Из тех диагностических гипотез, которые возникли на тот момент, мы думали о быстро прогрессирующей полиневропатии по типу синдрома Гиена-БРМ либо демилизирующего заболевания центральной нервной системы. Было рекомендовано обратиться пациентке очно в клинику Павла Воробьева на прием невролога. При очном осмотре неврологом в клинике Павла Воробьева 2 ноября 2022 года определялось. Общее состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, сознание ясное. Пульс 80 ударов в минуту, артериальное давление 100 на 60 мм ротного столба. Глазные щели, зрачки одинаковые, движения глазных яблок в полном объеме. Точки выхода тройничного нерва безболезненные, лицо симметричное, язык посредней линии обложен. Дисфония, дисфагия, дезортрия незначительные. Мышечная сила в конечностях достаточная, сухожильные рефлексы живые, от D равно S. Нарушение глубокой чувствительности, пирамидные знаки, рефлекс Маринеско-Радовича справа, Бехтерева-Жуковского слева. Чувствительность снижена по полиневритическому типу. В позе Ромберга неустойчивость, неуверенность в походке, трудности разворота на месте. Нарушение координаторных проб, пяточно-коленные и пальца носовой при закрытых глазах. Невролог выставил предварительный диагноз при очном осмотре полиневропатии, неуточненная, связанная с респираторной инфекцией. Был рекомендован плазмоферез 5 процедур с удалением до 800 мл плазмы и замещением физраствора. Также дополнительно проведение электромиографии и МРТ головного мозга. При выполнении анализов было определено незначительное снижение уровней лимфоцитов при нормальном уровне ликоцитов. Соя в норме, С-реактивный белок в норме, Д-димер в норме, антитела к двуспиральной ДНК в пределах нормы, антитела к кардиолепину также в пределах нормы, антинуклеарные антитела, иммуноглобулин G отрицательны, антитела к цитоплазме нитрофилов в пределах нормы. Электромиография от 9 ноября 2022 года исследована проводящая функция чувствительных волокон серединного нерва, справа локтевого нерва с обеих сторон, икроножных нервов с обеих сторон, поверхностного малоберцового нерва слева, двигательных волокон серединного нерва справа, локтевого нерва с обеих сторон, большеберцового нерва с обеих сторон, малоберцового нерва слева. Регистрируется снижение амплитуд и скоростей проведения импульса в икроножных нервах с обеих сторон, скорости проведения импульса в поверхностном малоберцовом нерве. Проводящая функция чувствительных и двигательных волокон остальных исследованных нервов не нарушена. В заключении небольшое сенсорное аксонально-демилинизирующее поражение икроножного нерва слева, аксонопатия икроножного нерва справа. Рекомендовано повторное исследование через 2 недели. МРТ от 16 ноября 2022 года. 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 20 ноября 2022 года давление 95 на 60, а не менее болезненности сегодня пока не было, головокружения и двоения не было, но трудновато держать баланс тела, походка неустойчивая, речь пока невнятная. Моментами получше, моментами похуже. Сегодня смогла загрузить посуду в посудомойку, какой-никакой прогресс. Ем за столом на кухне, некоторое время назад ела в основном в постель. Хочу отметить, что буквально вчера мы опять уточняли состояние у пациентки, она уже отмечает значительное улучшение, она прошла все процедуры плазмофореза. Там будет следующий слайд, Евгений Викторович. Значит, была проведена консультация в Институте неврологии профессором Захаровой, которая определила подозрение на синдром Сусака и назначила госпитализацию на 28 ноября этого года. То есть она уже два дня как госпитализированная. На гастроскопии 23.11.22 был отмечен геморрагический эрозивный гастрит с фибрином. Дистанционно предложено было отменить ликвиз и заменить его на солодексид по две капсулы в сутки. 23.11.22 пациентка отмечает еще неустойчивую походку, трудно с координацией, бывает шум в правом ухе, упала, когда одевалась, стоя на одной ноге. Белоокружение и двоение нет, память не очень и плоховато соображает. 23.11.22 прошла на 5-й плазмоферез. А вот то сообщение, которое мы последний раз у нее получили, что чувствует себя бодрее и лучше. Больше не падало, голова не кружится, а не менее нет. Память вроде в порядке, родные субъективно сообщают, что я бодрее, заметно. Речь получше, но еще невнятно. Так, ну это, я так понимаю, уже ко мне. Значит, тут были вопросы, я отвечу. Сколько пациентке лет? 37. Сопутствующей патологии у нее нет никакой. Она абсолютно здоровая, молодая, крепкая женщина, работающая с детьми, с мужем, из благополучной совершенно семьи. Какой миелиносберегающий препарат и чем лечит аксионопатию? Ничем не лечим. Что такое миелиносберегающий препарат? Это из какой серии? Из серии фуфломицинов? Я просто не знаю. Татьяна, вы потом скажете свое мнение. Так, итак, значит, было высказано предположение про синдром Сусака или Сусака. Не знаю, как его правильно читать. Значит, это ретина, кохлео, церебральная ангиопатия. Редкое аутоиммунное заболевание с избирательным поражением сосудов сетчатки глаза, органов внутреннего уха и центральной нервной системы. Ну, прямо скажем, немножко расплывчатое такое определение. Ну, что бросается в глаза, что это сетчатка глаза и органы внутреннего уха? Ну, как-то что-то не тянет она. Вот, схожесть МРТ-картина с рассеянным склерозом. Чуть позже покажу. Мне кажется, что она не очень схожа. Ну, и главное, что это триада подострой энцефалопатии, окклюзия ветвей артерии сетчатки и нейросенсорная тугоухость. Если я прямо сейчас скажу, что у нее нет никаких данных за окклюзию артерии сетчатки, ну, уже это точно, и с тугоухостью тоже нет. Но, насколько я понимаю, синдром Сусака описан в таком хроническом варианте. Долго-долго-долго болеют чем-то, потом, наконец, приходят к доктору, и доктор осеняет, ну, долго это годами, да, много-много месяцев. И доктор осеняет, что это был вот этот синдром. Патогенетически перевоскулярное воспаление с последующей ишемией ткани головного мозга и сетчатки. В сыворотке выявлены антитела к эндотели сосудов, которые могут вызывать развитие микроангиопатии, и характерные вот очаги в среднем около 5 мм. Это я, честно говоря, цитирую статьи, потому что я, конечно, в этом не могу сказать, что сильно разбираюсь. Значит, синдром Сусака дебютирует с нарушения зрительной функции, приходящей ли стойкой нарушения зрения в виде появления пелены перед глазами, диплопии, фотопсии или парацентральной скотов. Ну, тут явно дебют с не нарушения зрительной функции. Уже это вот, извините, там зрительная функция, как у многих больных с постковидным синдромом. Вообще я хочу сказать, что почти все, что она описывает, да, у нас опыт, слава богу, большой, это типичный постковидный синдром, да, за исключением того, что она плохо ходит и падает. Все остальное прямо вот укладывается. В половине случаев одно или двустороннее снижение слуха зачастую сопровождается шум в ушах и головокружением. Иногда головная боль с тошнотой, но это здесь есть. Со снижением слуха что-то как-то вот, ну, мы не проверяли слух, но разговора про это не было. Сонливость, нарушение сознания, расстройство речи, концентрация внимания, памяти или ходьбы, это все укладывается в любую клинику постковидного синдрома. Клинические проявления могут включать амнезию, агрессию, депрессию в редких случаях с содроги, но этого ничего нет. Но главное, я еще раз и на предыдущем слайде, и на этом слайде обращаю внимание, ни слова про поражение периферических нервов. Вообще никакого разговора на этот счет нет. Товарищи из Твери, вы не изгиляйтесь, пожалуйста. МРТ в динамике пока нет. Ну, конечно, нет. У нее диагноз-то вообще поставлен две недели назад. Вы хоть понимаете, о чем речь идет? Что это острейшее состояние. Какое там МРТ в динамике? Препараты, активирующие синтез миелина. Ну, не знаю, поговорим потом. Люмбальную пункцию не выполняли. Знаете, я амбулаторно, а дистанционно, тем более, не умею выполнять люмбальную пункцию. Ну, сейчас вот мы ее определили в институт неврологии. Может быть, они там и сделают. Не уверен, правда, но может быть и сделают. Вот, значит, вот цитата, фотография синдрома Сусака. Это цитируется по Чухловине, а она, в свою очередь, ссылается на Вишневское ДАИ. Не знаю, кто это, написано не по-русски, но, может, это и не наши люди. Вот, ну, вы видите, здесь довольно хорошо видно, такие вот снежные... Сейчас я включу у себя тоже инструмент. А, нет, это я включил рисование, не то включил. Ну, неважно, ладно, короче, вот это вот надо было включить. Я не знаю, видно мою стрелку? Ну, тут стрелками обозначено. Сейчас я что-нибудь тут нарушу. Так, не знаю, как мне включить мою стрелку, чтобы я была видна. Куда? Сюда это рисование. Куда? Вот это... А, вот стрелка. Вот, теперь видно мою стрелку. Вот, здесь вот обозначено, видите, такие вот беленькие пятнышки, да, вот как снежки их описывают на вот данной фотографии. И их много, вы видите, да, вот они тут навалом лежат. И теперь смотрим, что у нашей больной. Да, в общем-то, то же самое, это правда. Смотрите, сколько всяких образований в огромном количестве. Просто все заполнено этими комками. Вот. Поэтому... Вот еще снимки. Вы видите, да, но тут невооруженным гладом. Я-то вообще ничего в МРТ не понимаю, честно скажу. Но в этой картинке-то все видно же. Вот же, вот они лежат прямо кусочки такие. Вот. Ну и... Есть еще один вариант синдрома Гиен-Баре. Это быстрый полирадикулоневрит. Потому что вопрос о том, что состояние развелось остро. Остро в течение трех недель от момента начала острой инфекции. То есть это ранний постковидный синдром. Это ясно, что это не ковид. Это очевидно, это постковидный аутоиммунный синдром. Но он, как и Гиен-Баре, развивается как раз вот в сроке примерно три недели от начала заболевания. Но есть синдром Миллера-Фишера. Это вариант синдрома Гиен-Баре. Я хочу сказать, что вот этот синдром у нас, тот и Гиен-Баре, и Миллера-Фишера описан в наших рекомендациях по постковидному синдрому. Там это все подробно приведено. Вот, значит, это критически быстрое развитие афтальмоплегии, атаксии, рефлексии с возможным присоединением умеренно выраженного периферического тетропореза. Это тоже вариант периферической нейропатии в сочетании с поражением центральной нервной системы. Природа заболевания аутоиммунная. Лечение, как и при синдроме Гиен-Баре, это срочный плазма ФРС или иммуноглобулин. При этом надо понимать, что эффект того и другого одинаков. Вот, ну, собственно говоря, вот эта клиника, и таким образом у меня, честно говоря, нозологическая идентификация вызывает вопросы. То, что это не синдром Сусска, это, по-моему, понятно. Хотя мы не знаем, как он начинается, мы же никогда его, если я правильно понимаю, его наблюдение все-таки это отсроченное от начала заболевания. Так же, как рассеянный склероз мы обычно диагностируем все-таки спустя много-много времени после дебюта. Ну, вот, здесь мы имеем дело, благодаря вот Евгению Викторовичу, с острым, с острой ситуацией, с острейшей ситуацией, да, то, что прямо вот как горячий пирожок произошло буквально на глазах. Человек был абсолютно здоров, да, ну, ну, почихал, покашлял, подумаешь, там температура была никакая. В принципе, у РЗ и у РЗ, она даже не думала ни про какой ковид. Ну, исключая, что у бабушки ковид, и она с ней рядом была. Вот, на мой взгляд, абсолютно понятно, что это микрососудистые изменения, это тот самый тромбоваскулит, о котором мы постоянно говорим при постковидном синдроме, и мы видим его сейчас воочию вот в таком вот виде. Ну, что еще может быть? Мы же понимаем, что это не множественные инсульты, да, это именно тромбоваскулиты с отеками вокруг переваскулярными, которые в том числе проявляются на МРТ. Очевидно, что терапия включает в себя антикоагулянты и плазм ФРС, потому что это острейшая ситуация, и здесь мы шли именно по задаче не, так сказать, классического описания болезни с длительным изучением ее. Это все очень хорошо, но в данном случае нужно было спасать женщину, которая падала и не могла ходить. Если есть какие-то другие идеи, я готов обсуждать препараты, вызывающие рост миелина. Это прекрасно, но только не в этой ситуации. В этой ситуации тут надо принимать экстренные меры, а не рассказывать, как миелин через полгода вырастет. Вот, и у меня есть впечатление, ну, сейчас меня мои коллеги из Твери поправят, что с подобными состояниями не сталкивались. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь, у них свои наблюдения есть, и я бы их попросил поделиться. С кого мы начнем? С Виноградовой или с Михайловой? Татьяна Михайловна. Кого мы выведем первым? Так, что-то у меня, мне кажется, Андрей Павлович отключился. Так, мы договаривались, что мы выводим в эфир. Кто в эфире? А, вы должны начать в эфир. Алена или Татьяна, кто из вас первый нажмет? Так, начинается толканье. Алена, нажмите, пожалуйста, кнопку «Выйти в эфир» и начать вещание. Она уступает заведующим. Вот, похоже. Еще надо включить микрофон теперь. И видео. И видео было бы неплохо. Нет, вышло полностью снова. Так. Я сейчас позвоню по телефону. Ну, тут вот вопрос я пока отвечу. Учитывая, сказано, Светлана Юрьевна, что в гириатрии все должно уменьшать вдвое, получающие больным старше 80 лет, и ликвиз при наличии показаний нужно назначать по 2,5 миллиграмма два раза в сутки. Ну, это, знаете, разговор в пользу бедных. Детям надо вдвое. Почему вдвое? Почему не втрое? Почему не в пятеро? Вообще-то подбирается по весу. Но для пожилых никаких снисхождений в части антикоагулянтов нет. Антикоагулянты, они либо назначаются в нормальных дозах, которые работают, либо не назначаются вовсе. 2,5 миллиграмма два раза в день – это плацебо. Есть статья, много раз ее показывал, этот слайд, где четко показано, что эффект от 2,5 миллиграмма два раза в сутки при ликвизе равен нулю. Просто его нет. Это не надо валять дурака и заниматься снижением дозы. Все время, сегодня опять приходила женщина, говорит, что вот я лечилась там, и что? Ну, это ужас, я три недели не могла. Слушайте, ну, какие три недели при ковиде? Ну, неделя максимум. Да мы гораздо быстрее всех вылечим на хороших дозах. А она принимала по 2,5 миллиграмма. Ну, и, соответственно, ничего не происходило. Так, ну и что наши коллеги? Алена. Алена, через минуту попробуй подключиться, ей нужно сменить браузер. Ну, может быть, она хотя бы могла бы за это время словами что-то сказать. Бог с ним, с внешним видом. Я, на самом деле, в середине введения этой больной отправлял в Тверь полученные данные, еще до того, как появились данные по МРТ. Потому что МРТ сделали не сразу. И вот консультировался с Аленой по поводу того, что видно на миографии. И, собственно говоря, ее заключение, оно там и приведено было на слайде, что это незначительные изменения. Но, тем не менее, они были. Если бы их не было, может, было бы тогда говорить, что это какое-то вот только поражение головного мозга. Но получается, что не только. Ну, вот, это делает, конечно, ситуацию уникальной. Так. Переключение между браузерами. К сожалению, запускалось через Яндекс.Браузер, который при попытке включить камеру выкидывал сразу из страницы. Ну, хорошо, подождем. Потому что мне кажется, что это заслуживает все-таки такого большого внимания. Татьяна Михайлова и Татьяна Михайловна – это, видимо, два разных человека, да? Да? Да, это разные. А, а я решил, что это Татьяна Некрасова, заведующая вашим ковидным центром, постковидным центром в Твери. Поэтому я отвечал, думаю, что это я адресую в Тверь. Оказывается, я это куда-то адресовал в другое место. Вот. Татьяна Михайловна была в сети, но она почему-то тоже... Испугалась. ...вышла, и не может выйти. Так. Ну, мне кажется, сейчас самое отличное время для прямых вопросов и ответов. Давайте, друзья. Все напряженно ждут Алену, а на самом деле можно действительно поговорить и задать какие-то вопросы. Пересмотреть целиком заседание, кроме сайта МГНОТ. Не очень понял, что значит кроме сайта. У нас все на Ютубе выкладывается. На сайте МГНОТ просто есть ссылка на Ютуб-канал МГНОТа. Там все всегда выкладывается, просто выкладывается с опозданием некоторым, не сразу. И поэтому... Задержки там в неделю примерно сейчас идем. Ну, все равно, да. Вот. Ну, конечно, мы... Нет. МРТ поясничного отдела мы не проводили. Друзья, я напомню, это делается все за счет пациента. Делать лишнего за счет пациента я не считаю себя вправе. Если бы это оплачивалось бы ОМСом, и вообще, если бы работало нормально здравоохранение, то, наверное, мы бы не занимались чесанием левой рукой, правого уха. Вот это вот мы бы не делали. Мы вынуждены именно так и работать. Потому что скорая... Вы же видели, она же в скорую обратилась. Скорую ее послала по адресам, что называется. В институт неврологии это личная договоренность с профессором моя. Потому что, конечно, она туда попасть не могла ни под каким соусом. Ей бы нужно было месяц ходить, выпрашивать какие-то направления, квоты, еще что-то, когда бы она туда попала. Плазма ФРС, МРТ и электромиография, это мы платно делаем в МГУ, потому что у нас есть договор у нашего бюро. И мы имеем возможности делать такие исследования. Не только эти, кстати, мы можем делать очень много что. Потому что у нас есть такие договоренности. Но делаем мы это за счет пациентов. Ну, в конечном счете удовлетворение нашего любопытства тоже хорошее дело. Но в данном случае мы считали, что нам нужно ее спасать и вытаскивать, в общем-то, с того света. Потому что, когда она сюда пришла, она просто не могла двигаться без мужа. Она шла, опираясь на мужа полностью. Так, ну и что у нас с Аленой? Устанавливает, наверное. Вот. Ну, в любом случае, даже если сейчас у нас не получится связь с Тверью, я думаю, что мы будем продолжать наблюдение за этой пациенткой. Я уверен, что ей что-нибудь еще сделают в институте неврологии, исследования. Вот. Ну, к какому-то диагностическому консенсусу мы придем рано или поздно. Но я абсолютно уверен в том, что мы здесь правы были в плане выбора терапии плазмоферезом и антикоагулянтами, что оба этих метода показаны. Применение, скажем, гормонов в такой ситуации, оно абсолютно бессмысленно, потому что это тромботические процессы. Я обращаю ваше внимание на то, что все показатели воспалительные, они негативные. То есть нет такого воспаления, на которое, гипервоспаление, на которое нужно было бы тратить силы преднизолона. Есть именно тромботические реакции, то есть это эндотелий, повреждение эндотелия и дальнейшее развитие состояния. Сейчас у нас есть такой же больной, но такой же, немножко он другой, потому что он уже болеет полтора года постковидом. И у него тоже нашли на МРТ теперь изменения. Я их, правда, пока не видел, но по описанию очень похожи. Он лечился одно время антикоагулянтами, в самом начале потом бросил. У него сначала был очень хороший эффект, а потом никудышный. И он ходит там, в Питере он живет, он ходит по всем специалистам. И тоже его все отвергают, ни ревматологи, ни неврологи, никто с ним дело иметь не хочет. Но его обследовали с точки зрения эндотелиоза. И там и фактор Вилебранда повышен, и восьмой фактор, и ФМК повышен. То есть там тоже речь идет о повреждении сосудов, повреждении эндотелия. Ну, смелое предположение, что вряд ли это заболевание связано с ковидом, это самостоятельно. Вот это ложь. Прямо вот, грубо вам скажу. Потому что, а, оно просто связано физически, и, б, мы видим такие ситуации неоднократно. Вся эта картина – это абсолютно постковидный синдром. Другое дело, что он возникает обычно попозже, в данном случае он возник пораньше. Но он бывает часто, то, что иностранцы называют лон-ковидом, он бывает часто именно так, перетекая из острого процесса сразу в постковидный синдром. Поэтому мы говорим о раннем постковидном синдроме. Ну, а так можно сказать, что вообще все ни с чем не связано. Если вы мне назовете, что за болезнь, ну, ради бога, назовите. Вы таких больных, видимо, много видели, я вот первый раз. Вот. Поэтому, ну уж извините. Так, попытка номер, номер пять. Опять не удалось. Значит, еще раз хочу сказать, что вся описательная часть, которая вот в самом начале была, тоже симптом-чекер выявил, да, и необычные сны, и депрессии, и слабость ничем не, так сказать, не обоснованная. Это все типичные проявления именно постковидного синдрома. Ну, постковидный синдром, если подходить с такой точки зрения, то это, в общем-то, самостоятельная нозология, которая вызывается не вирусом, а вызывается аутоиммунными заболеваниями, которые, то есть это аутоиммунные заболевания, которые вирусом провоцируются. Вот. Дальше мы ничего про это заболевание, к сожалению, не знаем. Вот. Как оно выглядит, почему оно так выглядит, к сожалению, это неизвестно нам. Так, ну что делать? Есть шанс, что у нас, Алена, появится? Уже прямо вот на ссылку нажимаем, уже браузер установили. Уже браузер, уже народ побежал из эфира. Павел Ильич, я выведу Алену через телефон просто. Да, пожалуйста, Господи, вот Алла Валентиновна подсказывает, что, может быть, по телефону прокомментирует. Да. Алена, вы фактически в эфире. Да, даже я не слышу. Да, вам нужно будет одну букву. Какое-то острое демилинизирующее заболевание. Да, обычно в нашей неврологической клинике мы ставим такой диагноз, как острый рассеиный энцефалит или энцефаломиелит. С учетом того, что есть очаги, которые располагаются переколезно в головном мозге, в шейном отделе спинного мозга. Конечно, требуется активное динамическое наблюдение. Но при этом, что интересно, что есть некоторые изменения по периферической нервной системе. То есть, сделав электронермиографию, мы увидели, что все-таки по икроножному нерву что-то есть. Но, опять же, лучше всего, конечно, судить в динамике. То есть, на тот момент это было начало ноября, сейчас уже 30 ноября. Если в научном центре неврологии будет возможность повторить, было бы очень интересно посмотреть, есть ли динамика по НМГ. Если пациентку госпитализировали, возможно, ей проведут трюмбальную функцию. Это будет очень хорошо, потому что можно сдать еще ликвар на олигоклональные антитела. Как вариант диагностического поиска не исключается оптика миелит ДВИКа. На самом деле, такая патология встречается. Для этого нужно дождать антитела как в апарине. Какие-то вопросы будут еще? Нет, вопросов нет. У меня одни вопросы. Поскольку нет диагноза. Хорошо, а как вы относитесь к тому, что мы плазмофорезм этот путь? Ну, или в значительной мере купили это. Плазмофорезм на самом деле, эта идея очень замечательная. Почему? Потому что в любом случае мы подразумеваем воспаление. Конечно, в контексте постковидного синдрома это тромбовоскулит. Но не исключен и вот такой аутоиммунный момент, аутоиммунная патология. Естественно, с плазмофорезом, с удалением той части плазмы, с циркулирующими иммунными комплексами, мы облегчаем состояние пациентки. Но еще раз повторяюсь, что динамическое наблюдение здесь, конечно, предпочтительнее. Мы посмотрим сейчас, потом посмотрим в динамике, как очаги отреагируют на плазмофорез. То есть спустя месяц-полтора было бы очень интересно понаблюдать в динамике за магниторезонансным исследованием, что там с этими очагами стало за этот период времени. Ну, неврологи дают понаблюдать, а лечить-то будет. А курс лечения плазмофорезом-то уже прошло, насколько я понимаю. Ну, прошло, да. Но дело в том, что Захарова сказала, что не нужно было делать плазмофорезом. А почему? Интересно. Я вам не могу сказать. Но она рассеянным склерозом занимается. По рассеянным склерозе там, скажем, так есть разные мнения. Ну, это не первая линия, конечно же, да, но в клинических рекомендациях это тоже есть. Плазмофорезом тоже используется. Ну, по моим представлениям, любое аутоиммунное, аутоиммунный воскулит, тромбовоскулит требует плазмофореза, если тем более это острый процесс. Пал Андреевич, ага, да. Слушай, слушай. Ну, тут уже, конечно, ловить нечего, а когда это острый, почему нет? Ну, на самом деле полностью с вами согласна, тем более, что мы видим динамику, динамику положительную. Пациентка отреагировала на сеанс плазмофореза, и это очень хорошо. У нас в дальнейшем есть еще пока время, да, и острая ситуация. А, кстати, как она себя сейчас чувствует? Она способна к передвижению? Да-да-да, она ходит, она на улицу ходит. Отлично. То есть она должна уже как три дня находиться, в принципе, в Москве, в отделении у Захаровой, я так понимаю. Ну, она уже, она москвичка, да, и она тут находится давно, она ходит по улице, она ходит самостоятельно, она просит, чтобы кто-то был рядом, потому что ее тревожит ее падение. Ну, конечно, это уже психологические такие моменты, конечно, некоторые, да, с учетом еще молодого возраста. Но будем надеяться, что все будет у пациентки хорошо. Ну, а мы бы хотели, на самом деле, в дальнейшем ее судьбу тоже проследить, потому что случай очень интересный, случай неоднозначный. И как только будут какие-то новости, Павел Андреевич, вы с нами, пожалуйста, поделитесь, случай, на самом деле. Ну, я с вами делюсь, я вас спрашиваю. Да. Ну, она же будет... Я бы, конечно, ее привез бы к вам, но далековато ехать. Ну, или мы бы к вам, но к вам тоже далековато ехать. Приехали бы, посмотрели с удовольствием, на самом деле. Ну, ладно. Спасибо большое. Спасибо огромное. Вот, я думаю, что ее нужно будет, конечно, этот случай публиковать, потому что, что бы там ни было, мы совершенно необычно быстро выявили. Случай очень интересный, да, очень интересный диагностический. Да, Евгений Викторович прямо ее выцепил буквально на следующий день после того, как она обратилась. Ну, единственное, что я хочу заметить, что в медицинском бюро мы очень настроены на вот эти вот гиен-баре и все, что похоже на него. Мы постоянно это обсуждаем. И мы с вами, кстати, говорили, мы тоже обсуждали. Да, у нас тоже были, предположительно, под вопросом такие случаи, да, уже ретроспективно мы с вами об этом говорили, конечно. Вот, но здесь немножко все-таки церебральная симптоматика выходит на первый план. Нет, нет, я понимаю, я не настаиваю на гиен-баре. Я говорю, что это что-то подобное, но мы-то все-таки терапевты, мы же не невроза. Ну, конечно, и синдром Сусака, конечно, он тоже не совсем укладывается вот в диагностические критерии, да, которые были представлены. Синдром Миллера-Фишера, но он тоже как-то все-таки из глазодвигательных симптомов больше манифестирует. Да, 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 я не говорю, что это Миллера-Фишера, я говорю, что это похоже все, все как-то похоже. Да, и вот все-таки, знаете, возможно, оптиками элит-девика еще не исключать, вот как вариант диагностической гипотезы, конечно. А так в дальнейшем ждем новостей, Павел Андреевич, очень ждем, потому что случай, на самом деле, интересный, заинтересованный. Возможно, пациентка потом, может быть, какие-то выписки предоставит, какие исследования... Да, мы ее попросили прямо фотографировать все, что будут делать. Да, вот было бы очень здорово понаблюдать. Понимаете, мы же дистанционно работали, это же у нас удивительная ситуация. Мы имеем возможность работать с больными в реанимации, в чужой больнице, получать информацию, вот. То, чего не могут сделать обычные врачи, потому что врач же лишен контакта с больным, а мы-то нет, что мы написали и получили. Конечно, это очень удобно, с другой стороны. Конечно, очный момент исключен, но, по крайней мере, контролировать ситуацию, быть всегда с пациентом на связи, это дорогого стоит. Да. Ну да, нет, но очно, когда нужно, мы ее, видите, туда заткнули, сюда заткнули, туда направили, здесь положили. Да, вариант, на самом деле, очень хороший, да, главное учреждение по неврологии, отличные специалисты. Будем надеяться, что в рамках учреждения она сможет получить квалифицированную консультацию и помощь, и мы бы, конечно, понаблюдали за ней, за ее судьбой. Спасибо всем, кто слушал. Мне кажется, что сам факт такого вот сложного принятия решений в неоднозначной совершенно ситуации, очень быстрого, я бы сказал, мгновенного. Нам, единственное, не повезло, праздники случились, мы ее направили на плазм ФРС, но там день был задержки с анализами, потому что мы тоже в одночасье не можем это сделать, а в это время случились праздники, поэтому на 3-4 дня мы плазм ФРС задержали. Ну, не очень критично это получилось, все-таки эффект был очень хорошим. Вот, так что спасибо всем, кто слушал, спасибо всем, кто комментировал, Евгению Дмитриевичу, Алене. Спасибо огромное, Павел Андреевич, спасибо. Поклон, потому что мы с вами постоянно обсуждаем таких больных, и мы от вас очень многому учимся, и единственное, что вы не делаете вот таких докладов и не пишете. Вот это плохо. Потому что видите, сколько народу интересуется, а вы все бережете у себя в кубышке. Ладно. Будем стараться, Павел Андреевич, будем описывать кейсы. На самом деле есть, что описать, пациенты иногда приходят очень интересные, есть над чем работать. Да. Да, спасибо. Все, всего хорошего. Да, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...